О, забывается все, забывается. У меня тоже ничего не запоминалось. А потом надели пакет на голову, электрошокером ударили пару раз, отбили печенью и сразу все быстро запоминать стал. Каждого маска вот эта коснулась, а это только начало. А у них грандиозные планы. Вон я знаю женщину, которую уже за месяц три штрафа подобных. И это только начало. Я верю, поэтому к вам и позвонила. Это не ты с ними судишься, это они с тобой судятся. Мы закрыты, канцелярия не работает. Я еще и действую как живой, постоянно. Даже когда в туалет захожу, все равно здесь ты как живой, понимаешь? В любой ситуации меня застань, я все равно буду живой. В первую очередь нужно осознать себя живым. У тебя должно от зубов отскакивать. Я живой мужчина, хозяин имени Антон. Видела видео и ничего не слышала опять. Слово заявления ты зачеркнула? Нет. Вместо него написала воле заявления? Нет. Ты сама себя ограничила в правах и свободах. Умей проигрывать. Завершила ошибку, урок тебе. А потом приходит и говорит, отдайте обратно. Ну ты вообще в своем умею. Да подожди ты, что у тебя? Ты куда все бежишь-то, торопишься? Ты вот этот свой пулемет Гарнинга останови. Подожди, да слушай, да что такое? Ну так слушай. Если ты хочешь услышать. Подожди, не тараторь. Давай постепенно. Давай диалог строить. Ты опять в аналог это пытаешься уйти. Хорошо, хорошо, все, я поняла. Ну вот видишь, она тебе даже подсказки дает. Я же могу свою новую картину на чистом холсте нарисовать. Для меня это тоже уроки. Я учусь лучше до вас доносить информацию. Нет, приборы у меня такие же, как у всех. Что тебе мешает сделать так же? Попробую. Опять попробую. А есть моги, которые могут, потому и делают. Так переучи сама себя, кто тебе мешает. А ты, казаться, думать начала. Не надо выкатить, лучше на ты. Да не вам, а тебе. Тебе, тебе. Погвоню обязательно. Алло. Добрый день. Я с человеком по имени Антон разговариваю? Возможно. Возможно. Или да. Или да, или возможно. Ну, значит, хорошо. Я человек по имени... Вот я получила вчера повестку из суда. По точке 20.0601 меня будут судить 21 декабря. Но у меня есть вот некоторые вопросы, которые я хочу вам задать. Вы можете меня проконсультировать? Ну, давай попробуем только по делу. Коротко рассказываю. Я говорю, как мне ознакомиться вот в суде с материалами дела? Что мне заявление, уволеизъявление? Что мне написать? Чтобы ознакомиться с материалами дела? Я так понял. Ясно. Я так понял, ты и новичок, и вообще ничего не знаешь, да? Ну, я ваши видеоролики смотрела, а так вот, да. Я не знаю, я первый раз в Серефии сужусь в таком. А так я отменяла суды мирового... Ну, мировых судей решения. Это не ты с ними судишься, это они с тобой судятся. Ну да, они, наверное, со мной судятся. Не ты инициаторы, а они. Они. Значит, смотри, пишется обычное вылезъявление. Нет, я хочу, чтобы я был ознакомлен с материалами дела. Номер такой-то. Все, и в шапке указываешь. Такой-то, такой-то судья в кавычках. Такой-то, в такой-то суд в кавычках. И все это, и отправляешь. Есть пять способов. Электронной почтой, через Газправосудие, почтой России, заказанным письмом с уведомлением, с описью. А если я просто сама принесу в трех экземплярах или в двух экземплярах? Да, слушай. Принестись самому через канцелярию в двух экземплярах. Один имя, другой себе, со штемпелем. Это был, по-моему, четвертый или четвертый метод. И пятый, это через интернет-приемную на сайте. То есть для того, чтобы через Газправосудие и на сайте, и через электронную почту отправить, нужно распечатать последнюю страницу. У тебя одна будет. Тебе надо распечатать так. Печатаешь, ставишь роспись, потом сканируешь. И вот в такой... Поняла, но я вот сама отнесу через секретаря. Вот так, через канцелярию. Слушай. Сканируешь и отправляешь. То есть им нужна обязательно роспись, находясь в отсканированном виде, то есть в электронном, чтобы принять это все. Ну, конечно же, проще сейчас. Самый дешевый, самый простой способ, это через канцелярию. Но они сейчас все подзакрывались. Не факт, что у тебя удастся пройти. И в канцелярию. Даже вот тут, если ты пройдешь, вот я прошел, и они это... Они сказали, типа, у нас прием писем, корреспонденции все прекращено. Поэтому, типа, мы не принимаем, шлите письма. А шлите письма, это тратить денежку через почту. Так. Это я поняла. Так. Что мне надо сделать, чтобы волеизъявление писать? Это я уже ответил. Что в этом волеизъявлении... А, еще. За сколько дней сюда можно мне подать волеизъявление не на ознакомление с материалами дела, а вот, например, на то, чтобы претензии подать. Претензии, например, по материалам дела. Ну, какие претензии? Что такое претензия? Ну, то же самое волеизъявление будет, но это будет мое желание. Я хочу, чтобы там вы отменили по каким-то причинам ваше решение. В пользу меня. Отменили ихнее или... Как это называется? Ты про что? Какие претензии? Повтори еще раз. Что за претензии? Я не въезжаю вообще. Вот, например, я получила материалы дела. Они мне разрешили сфотографировать или что-то делать, да. Я ознакомилась с материалами дела. И я хочу какие-либо претензии написать. Что, например, по 20.6.1 полицейский не имел меня права вообще задерживать. Потому что он... Такие, так далее и так далее. За сколько дней до суда мне вот это можно подать? Да в любое время. Тут нет ограничений. Ты можешь и до суда, и прямо перед судом, и прямо во время так называемого судебного заседания. И далее после можешь. Ну, я после не хочу. Я хочу, чтобы хотя бы... Конечно, лучше после ничего не отправлять, потому что после они могут сразу принять решение. И вот если перенесут, вот тогда можно после. Ну, а так вот за два дня до суда это будет нормально, да? Нет, не нормально, потому что... То есть они обязаны ответить тебе в течение трех дней, сообщить, когда они готовы, то есть себе предоставить возможность ознакомить. Но они обычно никогда не звонят, никак тебе ничего не сообщают, ни письмом, ни звонком вообще. Как будто ты туда ничего не писала. И обычно приходится самому звонить им через три дня и говорить, вы что там это, опять за свое? Вы когда меня ознакомитесь? И они говорят, ну ладно, если дозвонишься, ну ладно, приходите там, тогда-то, тогда-то. Ты приходишь, и тебе пристав опять то же самое. Мы закрыты, канцелярия не работает, и тебе опять ему нужно пояснять, что ты уже писал волю заявления на ознакомление, тебе нужно пройти в канцелярию. Ну и там маска, паспорт. Короче, это длинная история. Это вот надо очень много силы и терпения, чтобы вот это все проходить. Это только ознакомиться с материалами дела. Я поняла. Очень много сил и терпения. Так, второй вопрос. Когда мне волеизъявление написать, что я человек? Или без волеизъявления я просто приду туда, как человек? Вот вы, у вас видео видела, вы заходите и говорите, с соблюдением всех моих прав вы меня приглашаете. То есть вы проходите без маски, через безрамки, а значит, она уже знает, что вы уже объявили себя человеком. Или, вот когда я в первый суд был, когда вы вас вытащили из моря, это уже, она уже увидела, увидела, что вы человек. Как тебя звать? Меня. Я не просто сообщил, что я человек и живой мужчина. Я об этом уже два с половиной года не просто говорю и везде письменно пишу. Я еще и действую, как живой. Постоянно. То есть при любой, ежесекундно, можно сказать. Даже когда в туалет все равно с детства как живой, понимаешь? В любой ситуации меня застань, я все равно буду живой. А вы, а вы вот, вот я слышу по твоему, по твоим словам, что ты хочешь написать воле заявления живого человека и все, и больше, и при этом ничего не делать. Это неправильно. Я тебя услышал. Я тебя услышал. Да, слушай, пожалуйста. В первую очередь нужно осознать себя живым. Растождествить себя и персону. Потом он вчера, когда, позавчера, женщина звонила, говорит, я, говорит, пришла живая в суд. Да, я видела, видела этот роль. Да, она ничего не понимает. Ну, видела этот роль, да. Она, она может, нет, она понимает, что есть разница, но она не осознает, что она ни в коем случае на себя нельзя вот эту персону навешивать. Она вот это еще не смогла осознать. Так вот, я и говорю, что, я почему ничего не писал, у меня нет ни одного документа вот отдельно. Я, обычный этот, как у меня ситуация, 99%, как у всех так называемых россиян, есть бумага под названием паспорт, есть бумага под названием ННН, и все остальные бумаги, полный набор, который есть у обычного россиянина. Свыше этого у меня нету ни одной новой бумаги, ни одного волезъявления, ни одного афидевита, ничего нету, ни одной бумаги не делал. Поэтому вот, когда ты задала вопрос, когда мне писать волезъявление, что я человек, это не просто надо, это ты можешь хоть ежесекундно писать, а можешь вообще не писать, можешь действовать как человек. Поэтому вопрос твой мне вообще не ясен, как это так, написать воле изъявления, что я человек, да еще и когда его нужно писать? Ну, уведомить судью, что я приду так. Ну, так, а я просто уже через охранника, через судебного пристава у входа могу объявить себя человеком и сказать, я пришла как человек к такому-то судье или как мне сказать, к судье я пришла или... Я же тебе только что пояснял, что везде всегда нужно себя вести и как человек. А ты мне опять спрашиваешь, где мне заявиться человеком до суда в этом у пристава или в самом суде? Я поняла это, я поняла, как везде, как зашла только первый шаг и делала уже 100 человек я. Да даже если у тебя дома дочка спросит, ты только проснешься, собираешься на суд, у тебя дочка будет и говорит, мама, вставай, ты встаешь, она тебе говорит, ты кто? У тебя должно от зубов отскакиваться. Я живой мужчина, хозяин имени Антон. А у вас есть какой-нибудь пример волеизъявления? Вы мне можете выслать? Под видео. Имена вообще все нужно... А, я хотела спросить, именно видео какое-нибудь про волеизъявления в вашем вот этим, в вашем чате? Чат или как там называется видеоролики, где ваш сайт? Ты видео видела разбор полетов в суде? Ну, да. По теме живых? Да, да, да. Ты его внимательно смотрела? Обычно стараюсь смотреть внимательно и даже писать слова, писать. Так вот, невнимательно смотрела, потому что видео, когда я говорю про бумаги свои, на экране прям большим текстом написано ссылка на документы в описании к видео. часто меня услышала или тоже мимо ушей пропустила? Услышала, услышала, описание видео, там и все. Замечательно. Вот еще я хотела вам сказать, вот когда я рассмотрела, вы когда пошли это не надо выкать, лучше на ты. Не вы, а вы там были двое вас, двое мужчин, поэтому я говорю вы. Нет, меня там, подожди, ну что ты прям на меня все примеряешь? Да конечно, ты что, я что, вездесущий что ли? И там и там побывал, и в Самаре, и в Перми, и в Челябинске что ли? Это же мне люди звонят, предоставляют. Не разобралась. Не разобралась. Ну так в том то и дело, что ты видела видео, видела видео и ничего не слышала опять. Короче, там говорили в основном, она очень хорошо объясняла, который работник ЗАГСа, но не говорила про форму 25. Мне вчера посоветовали идти в ЗАГС и получить форму 25. Я вчера написала заявление. Заявление указывается фамилией, имя, отчества, они опять требуют паспорт, а в паспорте, а паспорт я была не выдавала в 18-м году. Вот этот паспорт указал советский. Подожди, подожди, не тараторит, давай постепенно. Ты написала заявление. Куда ты написал? В ЗАГС, чтобы получить по форме 25 данные записи в акте, все данные. Я тебя спросил, куда ты написала? Надо было ответить просто в ЗАГС, одним словом. ЗАГС, да, ЗАГС. Давай диалог строить. Ты опять в аналог это пытаешься уйти. Хорошо, все, я поняла. В ЗАГС. Ты туда вживую ходила или как? Или на бумаге просто написала? Старалась ходить как живая, но... Старалась, меня не интересует. Ты написала заявление. В каком виде? На их бланке или собственноручно? Бланк ихний. Ну, бланк ихний. Я собственноручно пустые графы. Поясняю. Ихний бланк нельзя использовать, потому что там везде использованы хитрые слова, такие как фамилия, имя, отчество. То есть они тебя на бумаге, вот буквально чистый лист бумаги, это как чистый холст. Ты можешь нарисовать любую картину. А если тебе на холсте нарисовали рамки, вот здесь можно рисовать, и только черным, и только фамилию можно нарисовать, то это не картина художника. Это не картина осознанного творческого человека, богоподобного. Вот так можно сказать. Ясно? Ихний бланк лучше вообще не использовать. А если вынуждено, то там вот это слово, заявление, оно очень опасное. Я уже говорил, и писал, и ссылки давал, ты ничего это, ты не посмотрела мои видео. Да, забывается все, забывается. Я даже видеоролик кто там у нас русский человек из-за границы вещает тоже, чтобы подпись ставить, надо ставить впереди ЦФ или ЦХ там. Подожди, мы говорим сейчас про заявление. Ты уже отдала его? Ты уже отдала его? Отдала. Ну, ты там писала, что ты живая, что ты действуешь через свою персону, без оборота на меня и все остальное? Вот, ничего без оборота на меня я не писала. Слово заявление ты зачеркнула? Нет. Вместо него написала воля заявления? Нет. Ну, я тебе поясняю, словом заявления ты сама себя ограничила в правах и свободах и дала им возможность отказать тебе заранее. Об этом можешь почитать ссылочки на странице Сургутный отзор, там, если поиском воспользоваться, там у меня очень много материалов за три года, очень много статей. Если поискать слово заявление и слово осторожно, то там есть небольшая статья, почему нельзя использовать слово заявление. Соответственно, ну... Мне еще документ не выдали, я могу запросить обратное заявление? Так, а смысл? Можешь, конечно. Что мне надо там дополнить? Подожди, 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 только не запросить, потому что любая просьба может быть отклонена, а написать воля заявления. Хочу дополнить, хочу получить обратное это заявление. Зачем оно тебе? Пускай там будет. Ты умей проигрывать, совершил ошибку, урок тебе. Вот Игорь не запоминается ничего. У меня тоже ничего не запоминалось. А потом надели пакет на голову, электрошокером ударили пару раз, отбили печенью, и сразу все быстро запоминать стал. И как зовут этих, кто меня бил, и на каких машинах ездят, и как друг друга называют, и какая музыка во время пыток играла. Все сразу быстро запоминать начал. У вас учителя, как у меня, вы сейчас мой учитель, у вас учителя не было, но если я могу сейчас исправить свои ошибки, не отходя далеко от кассы, можно же мне это сделать, если получится. Попытка не пытка? Ну я считаю, что надо идти вперед, нежели топтаться и над своими ошибками работать, трудиться. Идти вперед, да, но я еще документ на руки не получила. Ну ясно. Если ты хочешь исправить старую ошибку, как-то ее, как сказать, аннигилировать, нейтрализовать, и плюс сделать правильные действия, то я бы сделал так. Я бы просто взял от руки и написал воле изъявления со словами я хочу, чтобы на такой-то электронный адрес была отправлена такая-то информация. И плюс заказным письмом отправлен на такой-то адрес. Все. А предыдущую бумагу под названием заявление отзываю. Все. Хорошо. Логично же? Логично. Ну, а ты там что-то хотела объезжать, скандалить, вернить бумагу? Нет, нет, скандалить, ну да, они и так отдают. Ну, верните, 25 форма. Подожди, верните, да подожди, верните бумагу, это уже как выглядит странно. Якобы осознанный живой человек, сам на их бланке пишет заявление, то есть сам себя ограничивает, прописывает там все фамилии, имя, отчество, подписывается как персона, а потом приходит и говорит, отдайте обратно. Ну, ты вообще в своем уме... нет, я не обратно не говорю, я просто вчера сделала такой шаг, что я говорю, можно я сфотографирую, а вдруг я заявление что-то забыла, вот так у меня было, заявление что-то забыло, мне придется что-то дополнить, вот так я ему сказала, они мне дали сфотографировать мое заявление, я могу вам выслать, если у вас фатсап или что-то есть. Ой, не знаю, у меня... Хотелось бы ватсап, вообще к телеграммам. Да подожди ты, что у тебя, ты куда все бежишь-то, торопишься-то? Ты давай, ты вот этот пулемет гатлинга, подожди, ты вот этот пулемет гатлинга, который у тебя крутится и не останавливается, и даже когда я говорю, он у тебя ого-го-го-го говорит, и забивает звук, ты вот этот свой пулемет гатлинга останови, ты знаешь, что такое пулемет гатлинга? Это вот многоствольное оружие, там 8 или 10 стволов, и оно вращается для скорострельности, и у них там чуть ли не до 2000 выстрелов в минуту. Ой, наконец-то остановился. Слушай, я вот, когда меня перебивает, когда мне вот это вот угуканье и т.д. и т.п., я не могу сосредоточиться, мне, я не могу мысль донести до конца. Я так воспитан, что я не приучен перебивать собеседника. Я лучше дам ему высказаться. Вот опять. Я даже сейчас мысль потерял, что я хотел сказать. Ты зачем позвонила? Выговориться или что? Или закрыть все свои вопросы? Если для этого, то, пожалуйста, я сейчас ложу трубочку и иду заниматься своими... Нет, ну, в смысле, я... Подожди, да слушай, да что такое? Если ты позвонил, выговориться, я просто не бросаю трубку, просто ложу трубочку на стол и иду заниматься своими делами. Разговаривай, сколько хочешь. Я через полчаса подойду, тогда поговорим. Ты для этого позвонил? Или ты хочешь услышать какую-то важную информацию для себя? Почему услышать важную информацию? Ну так слушай, если ты хочешь услышать. А вы звоните, хотите услышать и не даете мне ничего сказать, постоянно перебиваете. Где логика? Я вот это вот... Не укладывается у меня это в голове. Если б я позвонил человеку, да я бы услышал, как это... Затаив дыхание. Так, что-то я тебе про изъявление хотел сказать. А самое главное, вот на это все тратится мощь и сила. И у тебя, и у меня. И когда диалога нет, когда мы друг друга постоянно перебиваем и что-то пытаемся донести, каждый свое что-то пытается донести, а слушать никто не умеет, тогда никакого диалога, тогда никакого урока не происходит. Так, по поводу заявления что-то там говорила, напомнить. Ну вот, написала заявление на ихнем бланке по форме 25, чтобы получить... Ну, по форме 25 писала, что у них там действительно указывается от кого фамилия и отчество. Я писала по-своему. человек по имени... по роду... по отцу. Фамилии... по роду... Вот так я писала. Она мне по-своему сделала, принесла. Я говорю, нет, я хочу так. Она мне дала... Ну, пишите от своей руки именно только тоже на бланке. Ну вот видишь, она тебе даже подсказки дает. Пишите от своей руки. Надо было взять чистый листок и написать как... Подожди. Она тебе подсказку сделала. Пишите от руки. Вот в этот момент надо было сообразить. А действительно, я же могу свою новую картину на чистом холсте нарисовать. Нет, тебе подсовывают какой-то, я не знаю, ну, как тебе сказать, заготовку, какую-то болванку, на которой вот холст такой, весь черный, и только трафаретом белым вырезано этот... как их... Ну, допустим, контур дома элементарный или контур квадрата. И вот говорят, вот тебе холст, и ты на нем можешь нарисовать только квадрат. И ты берешь в этом квадрате и начинаешь рисовать пейзаж. Вот в этом белом квадрате вырезанном, то есть посередине такой черный квадрат, и снаружи все черное. А между ними такая тонкая линия белая, где ты можешь попытаться нарисовать пейзаж там. А не надо тебе подсказывать, пишите от руки. Берешь новый холст, новый листок и там рисуешь свою картину, как ты хочешь. Ясно? Угу. Ну и что, а ты роспись-то поставила? И там есть такая-такая, какие сведения должны указать. Я указала, что родилась живая девочка, живая, живая девочка, рост, вес, родители, национальность, гражданство. Что еще там надо было? Ну, вот такие вещи я указала. И написала полностью по форме 25 все данные, что есть в актовой записи. Угу. Дополнительно. И поставила, ну, свою роспись, как бы написала. Обычно не так в паспортах расписываешь. Обычно нас учили как буква и фамилия. А тут вот написала. Ясно. Роспись-то как поставила? Без оборотов на меня дописала, нет? Нет, нет, вот как раз не дописала. Ну, почему? Ты знала, что надо дописывать? В роликах видела, значит, вот, забыла сразу. Не коснулась. А вот сейчас коснулась, вы повторили, я уже поняла. Угу. Ну, что я тебе могу сказать? Вот все, сейчас весь народ вроде как очухался, вроде как каждого маска вот эта коснулась, а это только начало. Я вот сразу говорю. А у них грандиозные планы. Если вы думаете, что вы там один раз вам штраф влепят и вы его там отсудите, и все, на этом все закончится, то вы глубоко ошибаетесь. Вон, я знаю женщину, которую уже за месяц три штрафа подобных. То есть, она вообще проходу не дает. И это только начало. Так, что я хотел сказать по поводу затребовала, да? Точнее, воля Зевила сказала, что хочешь, пожелала. Сказали, что сегодня должны мне позвонить, чтобы я когда я могу приехать за документом. Ага. Ну, то есть, быстро это, да? Два-три дня? должны позвонить. Ну, да. Они понедельник не работают, со вторника начинают работать. Завтра они работают до 10 часов в субботу. Вот, поэтому я не собираюсь, я собираюсь договориться на вторник. в субботу. идут в ЗАГСе. Естественно, для меня лично я нигде публиковать не буду, мне просто интересно. Мы уже замазываем все персональные данные, мне просто интересно, что они там напишут. И как это выглядит все. персональные данные, если они мне один... А, ну да, я копию сделаю, замажу, хорошо. Хорошо, вышлю. Вышли обязательно. А, ну, я хочу, что-то до тебя донести это, это, такое... Анекдот знаешь про профессора? Нет. До чего тупой студент пошел? Сколько раз ему не объясняю, ничего не понимает. Не слышала? Нет, нет, не знаю, нет, не знаю. Ну, ну, вот, смотри, два профессора встречаются, и один другому жалуется, говорит, слушай, до чего тупой студент пошел? Вообще ничего не понимает. Я, говорит, ему один раз объяснил, он не понимает. Я ему второй раз объяснил, он не понимает. Я уже и сам начал понимать, а он ни в какую. Вот так же и со мной, то есть я для чего вот эти звонки принимаю, я, конечно, мог вообще трубку не брать и не размещать телефон вообще ни в каком виде, никакие контакты не давать. Но для меня это тоже уроки. Я учусь лучше до вас доносить информацию. Кое-что сам даже осознаю, потому что, во-первых, когда я, во-первых, участвую в процессе, да, допустим, в ЗАГС ходил, я участвую в этом процессе. Во-вторых, я потом, когда видео монтирую, я еще раз 20-30 только при монтаже пересматриваю это видео, то есть каждую букву, каждый звук слышу. И потом, после монтажа, я еще несколько раз пересматриваю это видео, чтобы на будущее учесть, какие ошибки допустило, как лучше на следующий раз сделать. И каждый раз, при каждом просмотре, каждый раз открывается новая информация даже для меня, даже для участника всего этого. А вы хотите посмотреть один раз видео и все. И оно как бы мимо ушей пролетело и вы дальше поскакали. Так. Понимаю. А, и традиционный вопрос. Прошу разрешения это разместить для всех. Я даю добро. Вот. Ну, людям не нужно, наверное, будет смотреть вот это. Я вчера про женщину смотрела, но нужновато. Нужновато. когда вот про женщину вчера смотрела, нужновато. Нужновато, да. Но есть очень важная информация для всех, которая нужно уметь вычленять из всего этого. Да, я вчера, да, смотрела, видела. Ну, чтобы людям нужно не было, чтобы учительно было, решайте сами. Ну, да, если бы я с ней разговор сократил и вырезал только то, что является важным, то, ну, это бы вообще невозможно было бы смотреть, потому что не прослеживается линия диалога и общения. Ну, и добро. Добро, добро. Ну, что, все у тебя, все вопросы? Да, пока все. А, еще хотела, можно я потом уже перед судом несколько дней позвоню, и мы с вами сделаем пробный, как бы выставка в качестве судьи, а я в качестве человека подошла. Вот так. Ого. Можешь потренироваться так перед лопомцем. Не, я эту черную, подожди, я эту черную мантию не буду это примерять никогда. Ты что на меня ее навешиваешь? Ну, ладно, тогда хорошо. У меня разрешение спросило, хочу ли я вообще. А уже заранее навешиваешь. А давай наоборот, ты в роли судьи будешь. Это я шучу, это я не предлагаю. Мне вроде бы человека лжиться. Не надо никакие роли применять и маски вот так называемые. Не надо в эти игры играть. Я знаю, что я человек и все. Как Хмелькова говорит, как у себя, надо как королева зайти, как царица. Ну, так. Да какая царица? Я захожу, как живой мужчина, хозяин меня, Антон. Не как царь, не как правозащитник. Я не примеряю вот эти маски. Все, вот он я, вот такой я есть, вот такой я пришел. Все. Не надо эти маски примерять. Это у них это все. Черный мантию одел, типа он судья. Только вышел за дверь, снял мантию, все, он не судья. Это все кривление душой. Надо быть одинаковым везде и во всем приучает. Тут ты журналист, там ты работяга, на работе ты работяга, дома семьянин, там в постели муж, в черной мантии ты судья, и т.д. и т.п. Там в погонах ты полицаи и все остальное. Не надо эти маски примерять. Надо уметь отстраняться от всего этого. Хорошо. А по поводу твоего предложения, ты хочешь разобрать опыт, так это по-другому делается. Ты, во-первых, записываешь аудио, во-вторых, желательно видео. Это все предоставляешь, и если там что-то действительно интересное, я просто делаю разбор полетов данного видео. Это уже после суда. Я так полагаю, у меня даже и видео, кроме меня, снять, если у меня получится, я сниму. У меня опыта нету. Конечно, на звук я поставлю на аудиозапись, а видео получится ли мне снять и быть человеком, может... Но ты мои видео видела? Не могу обещать, что видео будет. Если кого-то найду... Ты мои видео видела? Да, да. Ну, так а почему у тебя сомнения, что может получиться? У меня же получилось. у вас какие-то приборы другие, у меня только видео камера. Телефон... Нет, приборы у меня такие же, как у всех. Обычно есть какие-то видеокамеры, которые на грудь вешают и все, и снимают. Ну, какие грудь-то? Я же, блин, я же тебе говорю, какие-то грудь, приборы, это вообще что-то сказочное для меня. Какие приборы, какие грудь? Вон, я же давал пакет бумаг, которые я использовал. Там одна из первых бумаг это волеизъявление о снятии запрета на видеосъемках. Не читала, что ли? Вот именно на вашей волеизъявлении я не читала. Ну, так а как ты собралась на этот спектакль? Я просто видео смотрела, а по документам не прошлась. Иначе сегодня начну проходить по документам. Ну, так это же одно из главных. Да, конечно, самое главное. Не самое главное. Можно и без этого все сделать живым словом, но лучше всего и так, и эдак. Я что я могу сказать? я показал, как я сделал. Если вы не верите, что это вот... Ну, как? Я не... Я верю. Поэтому к вам и позвонила. Ну, так я же тебе говорю, что тебе мешает сделать так же? Попробую. Опять попробую. Вот та женщина говорила, попробую, и ты говоришь, попробую. Сделаю. Ну, потому что ни разу не было, опыта не было, поэтому получится. получится. Вот я тебе поясняю. Есть маги, которые вот как раз-таки совершают ритуалы, там, стараются, получится, не получится, попробую, и так далее. Ну, грубо говоря, а есть маги, которые могут, потому и делают. Они не стараются, нет, они не пробуют в том-то и дело. Попробовать это вот ткнул, и все, и дальше пошел. А маг он, он все может. Пойду и сделаю, все. Вот с таким намерением надо идти. Хорошо. А с таким намерением не пойдут. Надо стараться, даже если ты что-то не получилось и не смог в этот раз, то обязательно в следующий раз смогу. Все. Ясно? Я хочу, чтобы плохо тратили на все прочее. Ну, почему так вяло об этом говоришь? Нет. Хочу, чтобы... Я еле тебя слышу. Ты вот у тебя... Ты говоришь, какой же ты мог, если ты вот... Я тебе с полной отдачей, полным голосом, с полной уверенностью говорю. А ты... А чем больше я до тебя доношу эту информацию, тем тише у тебя голос становится. Да, я постараюсь. Скромность мешает. Скромность. А? Скромность мешает. Скромность мешает. Мы в нас же в советское время учили быть скромными. Так переучи сама себя, кто тебе мешает. Стараюсь. Советского Союза уже где он? Сейчас что, кто-то учит тебя скромности? Тебя кто-то заставляет быть скромным или что? Давно же уже этого нет. В крови у нас в крови все это. А? В крови у нас все это уже. Это не в крови, это в осознании все. Может быть, не в сознании. Кровь, каждый там сколько, вообще тело полностью, за 7 лет меняется, каждая клетка. То есть 7 лет назад это был не ты, это был совершенно другой человек биологический, с другим биологическим телом. А кровь, она меняется, не знаю, сколько там, ну может 45 дней, что ли, этот эритроцит живет. Поэтому не надо мне говорить, что это в крови. Кровь давно уже у тебя другая, нежели тогда была. Ну тогда. Чего ты там погрустнела все, я не пойму. Просто думаю. А, вот это хорошо. 45 дней или, 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 или 3 месяца. Чего? Я где-то читала. Ну, кровь меняется, 45 дней эритроцита, или один раз в 3 месяца. Вот, вот, вот даже ощути разницу между тем, как ты позвонила вначале и постоянно меня перебивала и угукала. И сейчас я начинаю уже сам тебя дергать. А что ты там молчишь-то вообще? А ты, казаться, думать начала. Так, наверное, все вопросы исчерпали, а то людям будет нудно действительно смотреть. Я не хочу у людей время отнимать. Будут вопросы, я обязательно еще раз позвоню. Вы разрешите? Конечно, конечно, позвони. Вот. Интересный разговор получился. Хорошо. Добро, добро, не будем отнимать время у наших зрителей. Благодарствую. Звони. Благодарствую вам тоже. Всего доброго. Да не вам, а тебе. Тебе, тебе. Погвоню обязательно. Благодарствую. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!